С самого детства лекарства были ее постоянными спутниками жизни. А весь прошедший год обязательным пунктом в расписании дня еще и Диалис. Уже пятые сутки Ольга живет с новой почкой. В областной больнице трансплантация этого органа стала 13-й по счету. Но для Ольги теперь это счастливая цифра. Чуть-то у себя хорошо. Ничего не беспокоит. Врачи говорят, анализы хорошие. Уги хорошие. Поэтому с почечкой мы договариваемся. В областной клинической больнице отделение по пересадке донорских органов самое молодое. Первые пять трансплантаций почки витебские медики провели с участием столичных коллег. Сегодня хирурги региональной клиники оперируют самостоятельно. Но чтобы помочь пациентам вернуться к полноценной жизни, врачам даже после всех университетов пришлось снова сесть за парты и осваивать новые технологии. Мы проходили подготовку и в Минске на базе РНПЦ трансплантации органов и тканей. В зарубежной клинике в Ганновере прошли обучение именно по трансплантации. Поэтому здесь велась большая подготовительная работа, учебная работа. И оборудование, конечно, тут без этого никак. Высокие технологии просто обычным скальпелем не делаются. Поднимите вообще руки, у кого были переломы когда-либо, хоть какие-нибудь. На вопрос, кто поступает в медицинский, в этом классе первой витебской гимназии всегда лезь рук. Биология и химия здесь предметы номер один. К педагогу Алле Моралиной за знаниями ездят даже с отдаленных районов города. В прошлом году шесть ее учеников стали победителями республиканских олимпиад. Золотые награды гимназисты привезли из международных экологических форумов. Я за ошибку иногда ребенку говорю спасибо. И они вначале удивляются. Озвученная ошибка и объясненная прямо в классе, она гарантирует, что больше ребенок эту ошибку не сделает. И, возможно, не сделают все остальные. Легко ли с ними работать? Нет. Тяжело. Они иногда знают больше учителя. И это правильно, потому что нужно взять то, что знает учитель, и пойти дальше. Почетное звание «Человек года Витебщины» присваивают с 2009 года. Сто лучших, кто проявил себя в работе и общественной жизни региона, поздравили на сцене концертного зала «Витебск». Это те, которые сегодня являются лучшими, те, на которых стремятся быть похожими, те, за которыми идут, и те люди, которые, скажем, показывают направление в развитии той или иной профессии, того или иного направления творчества, жизни, промышленности, сельского хозяйства. Помимо специального знака и общественного признания, обладателей звания «Человек года Витебщины» ждет еще один сюрприз. Целый год билборды во всех городах региона будут украшены фотографиями лучших в своей профессии. Олег Шапель, Олег Горюнов. Наши новости. Витебская область.